Сейчас на сцену выйдет молодая, красивая, стройная женщина. У нее глаза там светятся, искрятся. Она много лет своей жизни отдавала на то, чтобы делать людей здоровыми, боролась с их болезнями. Сейчас она тысячам людей показывает путь к здоровью. Встречайте! Врач-диагност, психолог, терапевт Галина Селинская! Врач-диагност, психолог, терапевт Галина Селинская! Врач-диагност, психолог, терапевт Галина Селинская! Мир интересных людей, мир счастливых людей, мир благодарных людей, мир умных людей, мир мудрых людей. Вы хотите быть частью этого мира? Вы хотите жить в таком мире? Мир здоровых людей? Вы хотите возглавлять этот мир? Ну, значит, считайте, что вам уже повезло. Мы уже в этом мире, мы уже с вами в Коралловом клубе. Мы уже на пути к здоровью, к счастью, к любви. У нас есть все, чтобы быть всегда здоровыми и защищенными от всех неприятностей. Я хотела начать свое выступление с благодарности вообще за это событие, за каждого из вас, за тех, кто выступал сегодня на сцене. Вы видите, какая уникальная, бесценная информация. Танечка Перемосова, низкий поклон, родная. Вам понравилось выступление Татьяны Перемосовой? Вам понравились результаты, которые вы сегодня слышали? А как вам лекция про детей? Доклад, а? А про животных? А про мужчин? Сережа Тишин, спасибо огромное! Ведь эта драгоценность живая, их беречь надо. Вы согласны со мной, девушки? Да! Классно! Мне очень хочется пригласить на сцену, я бы сказала, заслуженных врачей уже теперь Кораллового клуба. Чтобы они рассказали, почему они выбрали Коралловый клуб. Почему? Потому что, вы знаете, это сейчас мы все такие умные, красивые, здоровые, все знаем. А что было до Кораллового клуба? Сплошные стереотипы. И почему именно врачи? Потому что эти стереотипы были в н-ной степени. Это сетевая? Это БАДы? Как ты, врач, до такого докатилась? Это гербалай? Это гербалай? Это реанимация? Это обманывать людей? Вам задавали такие вопросы? Задавали. И мы что? Терялись и думали, Господи, хоть бы не спросили, сетевая это или не сетевая. Было дело. Из песни слов не вытянешь. Поэтому, как ломаются эти стереотипы? Как люди все-таки, несмотря ни на что, приходят к здоровью? И как начинают понимать, что наше здоровье зависит только от одного единственного человека в мире? От кого? От самого себя. Как наша любимая Наташа говорит, у тебя все где? В голове. Все больше нигде, ребят. Ни в Караганде, нигде. В голове. И я сейчас с огромной радостью, удовольствием, уважением и любовью хочу пригласить на сцену Илью Залмановича Когана, Елену Борисовну Пшинину, Сергея Николаевича Борисенко, Хатьяну Иночкину, Нанилке Брагимову, Светлану Щергина. Ребят, извините, что всех сразу не могут. Но кто очень-очень хочет поделиться, врач со стажем практической деятельности не менее 15 лет, бросим на сцену. Много не скажем, но люди будут говорить сердцем, будут говорить душой. Я задала единственный вопрос. Что было до Кораллового клуба и что стало после? Какая жизнь была, то, и почему стоит помать эти стереотипы? Ребята, мы будем благодарить тоже вам. Спасибо, что вы у нас здесь. Спасибо, что вы на нашем корабле здоровое, счастье и любви. Потому что кому как не врачи, помогать Кораллового клуба, делать их счастливым, красивым и здоровым. Леночка, можно тебе слово? Что было до Кораллового клуба и почему сейчас ты такая? Растерялась. Вы знаете, я уже сегодня говорила. Когда я только пришла в Коралловый клуб, как ни странно, я пришла, чтобы только от меня спонсор отвязался. Положила на холодильник у Романа забыла на полгода, потом вспомнила и поняла, что это то, что я искала многие годы. Я уже сегодня говорила о том, что мне грозила группа инвалидности. И до Кораллового клуба у меня были адские головные боли, у меня не было признания на работе, меня постоянно шпыняли в поликлинике. Постоянно все были недовольны тем, что у меня огромные очереди за дверьми. И сейчас. Сейчас я могу сказать о том, что я совершенно здорова. Я прекрасно себя чувствую. Лучше, чем, наверное, во время учебного института. Сейчас ты помогаешь своим клиентам. Знаете, вот сейчас я совершенно спокойна и не боясь. Я предлагаю два пути. Я говорю, я могу вам предложить путь официальной медицины и неофициальной. Но у меня сердце кровью обливается, когда мне приходится назначать химические препараты. Потому что так невозможно работать. Доктора превратились в менеджеров лекарственных фирм. Поэтому я знаю, и совершенно спокойно, и если мне мои коллеги с усмешкой говорят, Лена, ты там по сетевому пошла, я говорю, знаете, а что вы меня не вылечили за столько лет? Почему вы мне не смогли помочь? И только я сама себе помогла, и я помогла тысячам людей. Поэтому я могу передавать этот опыт, и мне совершенно не стыдно, о чем я сейчас всем говорю. Спасибо, родная. Спасибо, любимая. Врач-эндокринолог Елена Борисовна-Пшинник. Танечка, у меня к тебе такой вопрос. Сколько лет стажа практической работы и специализации? Стаж практической работы 36 лет. Специальность нейропатолог, рефлексотерапевт. Любая специализация подходит к коралловому клубу. Танечка, сколько времени в коралловом клубе, и что сейчас? Какие горизонты расширились сейчас? Как врач. В коралловом клубе я 9 лет. Вот как раз в апреле 20-го числа будет 9 лет. Что меня привело в коралловый клуб? До кораллового клуба мне было просто стыдно людям смотреть в глаза моим пациентам, потому что не было должного эффекта, были побочные результаты, и все равно люди возвращались и возвращались, и не хотели бы изначать химию. Пришлось искать любые нетрадиционные методы лечения, и вершиной моего поиска явились биологически активные добавки, потому что люди на химии не выходили на уровень саморегуляции. И я пришла к поводу, что лучше людей научить, чем бесконечно лечить. Чему ты сейчас обучаешь людей, главное? Главное, чему я их обучаю, я их, прежде всего, обучаю никак не болеть. Элементарная концепция здоровья. Любить себя и других. Вот и все. Просто ясно сделаю. Спасибо, дорогая. Так что не стесняйтесь в врачи, приглашайте в хоровый клуб. Они тоже люди. Илья Залманович Коган, пожалуйста, расскажите свои регалии. Ну, только не все сразу, а то мы испугаемся. Хорошо. Значит, в медицинской практике я 30 лет. Значит, и по своим регалиям я немножечко расскажу, чтобы, для того, чтобы поняли, какой опыт. Значит, начинается вертеброневролог, артролог, гирург-терапевт, массажист, висцеральный хиропракт, мануальный терапевт, нутрициолог, врач современной и древней китайской медицины, мастер-эйки и официальный народный целитель России. Комплексный подход к здоровью человека. И что это, правда, не все. Но самое главное, конечно, вы понимаете, что с таким набором возможностей, да, ну, что мне еще надо? Как бы достаточно подумало, и человеку уже хорошо. Да, но оказывается, нет. Значит, моя практика началась в артрологическом центре. 10 лет на кафедре первой медоболезни суставов позвоночника мы усиленно пичкали людей химическими препаратами. Мы усиленно вкалывали им гормональные препараты в суставы. И что получалось, там через полгода, через год человек опять возвращался к нам с более сильными разрушениями. Когда я познакомился с продукцией Коралл-Клуб, конечно, я начал это с себя. А познакомился я с Коралл-Клубом в 2000 году. Я с 2000 года в Коралл-Клубе, но 2 года я не слышал ничего вообще. Я отпихивал, потому что возможностей моих было достаточно. И, значит, когда я познакомился с Коралл-Клубом, я стал заниматься здоровьем. Я говорил, что я не занимаюсь лечением, я занимаюсь только здоровьем. Что получилось? А получилась текучка. Как в известном фильме «Любовь и голуби» люди начали получать у меня возможность быть здоровым на 50% больше. Они стали выздоравливать конкретно и стали уходить. Почему? Потому что они выздоравливали, и я им уже становился не нужен. Вот что делает прекрасный наш продукт. И еще раз хочу сказать, значит, что у меня у самого режим достаточно плотный. Я встаю всегда в 5 часов утра и ложусь в час. И это каждый день. И при моей достаточно серьезной активности с 8 часов утра до 8 вечера. Доктор Сан – эталон здоровья. Спасибо вам большое. Эталон образа жизни. Переговорились. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Наша гордость. Сережки, я хочу тебя спросить. Вы знаете, когда я приехала в Синферополь, я еще Сережу первый раз... 10 лет назад, это было в первый раз, Сережа не будет. Мы с ним пошли по горду, он пригласил меня в ресторан. И я иду с ним рядом, и он в кожаном длинном пальто, такой идет, такой чинно-благородно. И каждый первый на встречу. Здравствуйте, Сергей Николаевич. Здравствуйте, Сергей Николаевич, спасибо. Я думаю, мама родного, он, наверное, мэр города как минимум. Но я просто, я не видела, вот чтобы столько искренней благодарности читалось в глазах людей. Сережа, как ты пришел в коралловый клуб? Я знаю, что и ты, и Илюша, пока еще не бросаете свою врачебную деятельность, вы на приеме. Но тем не менее, что сейчас помогает в коралловом клубе тебе приходить к результату? Ну, во-первых, я вам хочу сказать, что, скорее всего, не скорее всего, а, конечно же, в коралловый клуб мы приходим не случайно. Если добавить к Илюшинам и Дегалиям еще специальность врача-спецфидеолога подводного плавания и полковника медицинской службы, то получится я. И такие врачи нам тоже нужны? Специальности те же, то есть, пришлось пройти через все эти специальности для того, чтобы осознать, чем болезнь отличается от здоровья, чем, что лучше пациенту давать здоровье, чем лечить его болезнь. На это ушло очень много времени, я очень долго служил на севере, северодвинска, вернулся оттуда с оперированной щитовидной железой, ну и все остальные прелести севера, и мужские, и какие угодно, потому что вы понимаете, что север есть север, а боевая служба, я был в отряде боевых плотцов, диверсантов, в общем, то, что здоровья не добавляет. Но всегда меня мучил один вопрос. Я со своей медицинской укладкой, я врач. Без нее я ничто. Я не знаю, как человеку дать здоровье, если у меня нет таблетки. И вот тогда мы стали изучать то, все-все, что перечислил мне уже. Понимаете? И вот тогда, когда появился в моей жизни коралловый клуб, я понял, что это как раз то, чего не хватало для полноты работы врача. У нас с вами еще предстоит огромный подарок. Я приоткрою завесу тайны. Наташенька, можно? Мы еще услышим выступление Сергея Борисенко. Сегодня это будет наш с вами подарок. И Сергей поделится с нами опытом. А сейчас это живая история врача. Это разговор с сердцем. Ребят, такого вы нигде не услышите и не увидите. Сережка, спасибо, что ты в наших рядах. Мы вместе. Спасибо. Передай мне. Наиля Ибрагимова. Солнышко, расскажи, сколько стаж работы и вот с чем тебе приходилось сталкиваться в той жизни? С какой безысходностью? Я фельдшер кардиологической бригады скорой помощи. Стаж работы 25 лет. Далее заведующая здравпункта крупного московского завода с огромной крепостью, с травматизмом, с алкоголизмом и так далее. Затем по линии Красного Креста и Красного Полумесяца в советское время открывала госпиталь в одной из арабских стран, в глухой провинции. Наведала с крестов после наркоза из носа, изо рта. Выползали, мы его просто брали пинцепами и кидали в ветро. Наиля, что в то время ты уже не говорила, как многие врачи, что кровь стерильна? Я говорила. Говорила? А, вот это ты наша, буржуинская, точно. В конце 70-е, 80-е годы стереотипы мышления, конечно, были. И, конечно, потеряла здоровье, потеряла маму. Не было тогда, нечем было помочь ей. И когда я пришла в Коралловый клуб, представьте себе профессионал, который постоянно со шприцом в руке, готовый по необходимости для спасения жизни. Это усталинфарм, или отекулер, или что-то. И я готова ввести какой-то раствор воды. Физраствор. Это раствор натрия 0,9%. Растворы, препараты галия, натрия. То есть растворы воды с щелочными минералами. А здесь я прихожу и на первой же презентации слышу о суперзначимости воды. И, понимая, что 1 граммовый пакетик, понимаю и далее делаю, что 1 граммовый пакетик Коралла я могу насыпать в рот при острых состояниях. Я могу развести это в стакане, это уже капельница получается. Вот это перевернуло мое сознание, мое мышление. Как классно. Итак, любимый продукт, главный продукт в Коралловом клубе, которым ты работаешь. Я хочу пропеть песню упаковки жизни, потому что мы сейчас много говорим о концепции здоровья. Но я вот старичок, я с 98-го года в Коралловом клубе. Концепцию здоровья мы слепили, сложили, она сложилась. Это благодаря вам, потребителям, селителям, врачам, руководству. А вначале мы работали просто с упаковкой жизни. И даже на сегодняшний день это очень значимая вещь. Что входит в упаковку жизни? Коралловая вода, ферменты, ассимилятор, раньше входила, активен. Сейчас можно применять вместо активена микрогидрин. Это настолько значимый продукт. Главный продукт упаковки жизни. Главный, первый, который ты называешь? Первый, это вода. Врачи говорят, продукт номер один, вода. С чего начинать? С воды. С воды, конечно. С воды упрощаемся, доктора, упрощаемся. Ну, Илюш, спасибо огромное. Передай микрофон дальше. Спасибо, дорогая. Вот вы видите, врачи тоже любят. Не важно, какой специализации врач, но каждому есть место в коралловом клубе. Каждому. И что вы отсюда услышали? Далеко не все врачи сразу говорят «да». Услышали? Илюша два года сопротивлялся. Многие больше сопротивляют. Поэтому, если вам хотя бы один раз сказали «нет», не ставьте крест на этом человеке. Позвоните еще раз, еще раз. Не превращайтесь в назойливого человека. Но вы знаете, им нужна ваша информация. Договорились? Да. Представьтесь, пожалуйста, Светлышка. Светлана Щербина. Медицинский стаж, 30 лет. Опа. 15 из них. Фельдшер. Фельдшер, служащий СЭО. Это наши мальчики, 18 лет, которые пришли служить. Это они, наши бывшие дети. Вот такой контингент. Ну, а потом институт, потом учеба, потом много всего всякого, и потом страшная болезнь. И сама я себе помочь не смогла. И не смогла моя любимая медицина. А смог коралловый клуб. И я поняла, что 8,5% это маловато. Когда я увидела в коралловом клубе все вот эти 95%, да, почти, то моя жизнь стала замечательной. Она стала светиться на все 100%. И я хочу всем людям сказать, ребята, не пейте таблетки. Я не пью, никому не советую больше никогда. Это уже не со мной. В коралловом клубе есть все для любой реанимации, честно скажу. Но лучше не говорить о этом. Мнение профессионала очень важно. Светочка, спасибо огромное. Спасибо, что мы вместе. Ребята, если такие люди приходят в коралловый клуб, какие еще проверки нужны. Вот этих людей проверила сама жизнь. Все проверки на вшивость уже пройдены. Осталось только делать, делать и делать. Спасибо, Светланка. Спасибо. Вероника. Денисикова Вероника. Значит, я быстро и кратко. Вообще, я очень счастливый человек. Во-первых, наверное, я бы здесь не стояла, если у меня было коралловый клуб. Во-вторых, здоровье моей семьи. Теперь уже и животных. В-третьих, это, вы знаете, это огромное счастье, когда вы от своей деятельности получаете удовлетворение. Честно скажу, я ушла из официальной медицины совершенно осознанно в 95-м году. Потому что я тогда, я работала терапевтом, у меня осталось больше 25 лет. Я тогда говорила, что нужно пить воду. А это была в то время абсолютная крамола. И я тогда ушла в коммерческую медицину, где я была более свободной и могла говорить то, что я считала нужным. И на мое счастье встретилась Наташа с ним. Ее очень благодарна. Спасибо, Рожанна. Третий, вы знаете, коралловый клуб, это не только здоровье, не только удовлетворение от своей работы, но и личный свой рост. Вы знаете, я вам хочу сказать, я сама сегодня вышла на сцену сюда, хотя меня не вызывали. Если бы мне кто-нибудь сказал, что я буду сама выступать, что я не буду бояться выходить на сцену, я бы никогда не поверила. Вы знаете, это потрясающее место, коралловый клуб, где все есть. И здоровье, и личный рост, и удовлетворение от жизни. Вы счастливые люди. Спасибо, Вероника. Спасибо, солнышко. На самом деле, ты у меня первая песня была. Я просто подумала, что ты так занята и постеснялась. Ну, спасибо, что ты пришла. Спасибо, дорогая. Спасибо, ясен. Я Надира. Я сама представляю в данный момент Россию, Москва. Но я жительница Узбекистана, пока он мне постул. Узбекский. Но я очень большая путешественница и мечтательница. Я всю жизнь с детства мечтала жить, знаете, по всему миру. Я работала в Узбекистане, в Антижане. Это антижанская колька. Таня, знаете, 9 лет. Далее я переехала работать на восток, в Сауду, в Скоро. Я работала там 2,5 года. Далее я приехала в Москву, пока в Москве. Ну, ординатуру прошла. Сейчас я научен сотрудник. Работаю гинекологом. Я не знаю, где в итоге я призываюсь. Но я с 95-го года работаю врачом, акушер-гинекологом. Но я с детства врач. Почему? Потому что мой отец патологоанатом. И когда он принимал пациента в дом, я стояла за ним. И всегда он акцент делал на 4 принципа. Это психология, питание и сон. И вода. Почему? Потому что все причины всех заболеваний, на сегодня он говорил, только 2 фактора. Питание и паразитология. Но когда я приехала в Москву учиться, и я встретила Лебедеву Ольгу Александровну, когда она мне показала тот путь и ту концепцию здоровья, я сегодня что говорю своим пациенткам? Вы хотите здоровья или вылечиться? Записывайте. Вы хотите здоровья или вылечиться? Потому что нас этого, этому не учили. Нас учили лечить. И я всегда, когда работала в Узбекистане, и не стояла в родильном доме, небольшой такой маленький, двухэтажный, весенний-осенний период кровотечения, и были смертности. Ну, мне дай Бог, благодарю. Всевышнего не было. И я нашла на все эти причины ответы. Это концепция философии здоровья, где профилактическая восстановительная медицина защищает от всех недуг и приведет вас туда, куда вы хотите. Это правильная, красивая и счастливая жизнь. Спасибо. Спасибо, дорогая. Надежда, у меня в тебе один вопрос. Скажи, пожалуйста, а если человек с неведицинским образованием, имеет ли он право заниматься своим здоровьем и помогать другим людям профессионально? Знаете, здоровье, именно с неведицинским образованием, это вам намного легче. Почему? Потому что вы пока раскроете страницы из вилен врачей, вы этого простого человека быстрее дадите ему понять. Потому врач, он немножко амбициоз. Согласны? Он не может поменять, что он хирург, онколог, гинеколог. Когда я пришла недавно в родильный дом, где я проходила аспирантуру свою, я взяла академический отпуск, я чуть устала. В каком смысле? Я хочу поработать здесь. Они меня увидели и говорят, Надира, что с тобой? Я говорю, а что со мной случилось? Скажут, ты такая красивая стала, какая! Помолодела! Знаете, у меня сегодня 4 гинеколога, кандидаты медицинских наук, принимают продукцию и молчат. Только мой результат. Это моя красота. Это не красота, энергия. Они выходят с понятыми халатами, извините, ну заработали они левые деньги, я знаю. Но извините, мои деньги здесь. И когда я пришла учиться в институт, а отец был против, говорит, зачем тебе эти мытарства, врачи небогатые. И он повел у меня экономический университет. Университет. Я сбежала. Я сбежала. И говорит, где ты? А я звоню. Я дома. Самое главное, я нашла и бизнес, и медицину. Это здесь. Не согласен? Вот так. И это... Спасибо, дорогая Надира. Спасибо. И это говорят потолственные врачи. Это говорят врачи с огромным стажем практической деятельности. Это говорят заслуженные врачи. Это говорят врачи от Бога. Что, ребята, полный вперед. У вас есть все для того, чтобы быть здоровым. Поэтому приглашайте врачей. Не бойтесь врачей. Разговаривайте с врачами. У них тоже кровь красная. Они такие же люди, как и мы с вами. Просто больше стереотипов. Теперь еще один маленький вопрос. Потерпите, пожалуйста. Что может получиться из врача? Да, не все пойдут в бизнес. Не все пойдут сразу профессионально строить свои организации. Но кто, как не врач, может вложить в уши людей, избавиться от стереотипов и своим собственным примером показать, как нужно жить. У меня в структуре на сегодняшний день два врача-мастера, четыре бриллианта, шесть изумрудов. Остальные, да, директора, золотые директора. Но каждый занимает свое место. Каждый врач, каждый человек нужен Коралловому клубу. И от всех от нас я сегодня хочу поблагодарить наш любимый Коралловый клуб. Всех, кто хоть как-то сопричастен к нашему великому делу. Поблагодарить за то, что у нас есть такая возможность жить честно, достойно, красиво. Давать информацию эффективно. Эффективно помогать людям быть здоровыми. Дарить им радость с любовью, с терпением. Коралловый клуб – наша школа. Врачи, это так? Спасибо вам огромное и каждому из вас за сегодняшний день и за то, что мы в Коралловом клубе вместе. Спасибо. Калина Сылинская и Врачи, Кораллового клуба. Калина Сылинская и Врачи, Кораллового клуба.